В преддверии дня рождения хочу поговорить с вами о Владимире Высоцком, которого у нас называют легендой советской музыки, легендой театра и кинематографа. А песни Высоцкого неизменно являются классикой и вечными хитами. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Отец поэта связал свою жизнь с военной службой, а мама переводчик-референт. Первая мелодия Володи – это мотивы блатной романтики, популярное направление молодежи 50-х годов, чье детство прошло в период войны. Это песня о Колыме, Оркуте и Мурке. Окончив школу, Высоцкий поступил в Московский строительный институт, но через полгода понял, что попал не туда и, проучившись в первый семестр, просил учебу. С первой попытки он поступает в МХАТ и через три года играет на театральной сцене в учебном спектакле «Преступление и наказание». После выпуска со школы и студии МХАТ, Высоцкий поступает на работу в театре имени Пушкина. Вскоре он поменял его на театр-миниотюр. Кроме того, он неоднократно предпринимал неудачные попытки пробиться в театр «Современник». Но все тщетно. Но душу Владимиру согрел театр на Таганке, в котором он проработал до самой смерти. Здесь Высоцкий примерил образы Гамлета, Пугачева, Свидригаева, Галилея. Вместе с театром на Таганке он практически объездил весь мир. Выступал во Франции, Польше, Германии, Венгрии, Болгарии, в США. Побывал в Мексике, Канаде и даже на Таите. А если рассказать о музыке, то первые стихи он написал еще в школе. В стихотворении «Моя клятва» Володя посвятил Сталину, в котором он в лирической ванере скорбит о смерти вождя. Высоцкий в своей первой песне называл «Татуировку», которая была исполнена им в Ленинграде в 1961 году. Этой песней начат цикл его дворовых платных произведений. Своё вдохновение Владимир Высоцкий черпал угла Тагуджавы, которую он до последнего дня своей жизни считал своим главным наставником. Песня о правде и лжи, написанная им, была посвящена Тагуджаве. А песня «Подводная лодка», вышедшая в 1965 году, стала знамением того, что юношеское творчество поэта закончилось. Позже актер стал писать песни для кинолент, в которых снимался сам и принимал активное участие в их создании. В 1968 году вышла первая игра «Пластинка» с авторскими песнями Высоцкого. Это был сборник его песен «Киноленте вертикаль» – «Песня о друге». Из этого кинофильма стало одной из визитных карточек музыканта. В 1975 году впервые, и как потом оказалось в последний раз, в официальном советском сборнике было опубликовано стихотворение Высоцкого из «Дорожного движения». Также в 1975 году музыкант записал новую пластинку «Владимир Высоцкий. Автопортрет». Это был крупный сборник с авторскими отступлениями перед каждой песней и аккомпанементом на трех гитарах. Но записи из-за цензуры вышли частично и только после смерти автора. В 1978 году Владимир Высоцкий получил высшую категорию вокалиста-солиста эстрады. Это показало, что Министерство культуры признает творчество Высоцкого и готово признать его профессиональным исполнителем. В репертуаре музыканта и поэта более 600 песен, также около 200 стихов. Его концерты посещало море поклонников. Творчество Владимира Высоцкого в наше время не теряет актуальности. Высоцкий дал больше полутора тысяч концертов по всему миру. Еще при жизни им было выпущено 7 собственных альбомов и 11 сборников песен других музыкантов в его исполнении. Точную дискографию всех альбомов и сборников, в которых участвовал Высоцкий, создать практически невозможно, так как их издавали в разных странах и изымали из продажи, переписывали. После смерти Высоцкого его песни продолжали выходить на пластинках. Немного поговорим о съемках в фильмах. Первая эпизодическая роль в фильме «Сверстница» Высоцким была сыграна еще во время учебы в Амбхате. Для кинематографа Владимир Высоцкий как актер открылся в 1961 году во время съемок в киноленте «Карьера Димы Горина». Следом, ему было предложено сняться в фильме «713-й» и просить посадку. Предлагались роли и других фильмов, но главных ролей так и не было. Серьезный успех Высоцкого достиг только в 1967 с выходом фильма «Вертикаль», которому им были написаны все песни. Именно с выходом этого фильма его узнала вся страна одновременно и как об актере, и как о музыканте. Он стал кумиром миллиона. В дальнейшем в его жизни были роли в картинах «Короткие встречи», «Интервенции», «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли». Песни Высоцкого критиковались в ЦК КПСС и подчинявшейся ей прессе. Из-за этого ему часто отказывали в ролях, а его песни выходили в эфир, поэтому на протяжении 70-х годов актер мало снимался. В театре на Таганке его то увольняли, то снова отверждали на главной роли. Между прочим, именно в этот период Высоцкий сыграл своего «Гамлета», который запомнился миллионом. Эту самую сложную и притягательную роль Владимир воплотил в своей особой манере и очень талантливо. В знаковой роли для Владимира Высоцкого стала работа в многосерейной картине «Место встречи изменить нельзя», где актер сыграл Глеба Жеглова. В этой киноленте песни Владимира Высоцкого не звучат, хотя изначально он изымлял такое желание. А теперь поговорим немного о личной жизни. Когда Володя учился на первом курсе МХАТа, он познакомился с сокурсницей Изой Жуковой, которая в 1960 году стала его первой женой, и их брак не смог продлиться долго из-за частых ссор. Не прожив вместе их года, они развелись. Второй женой актера стала Людмила Абрамова. В этом браке Людмила подарила музыканта двоих детей, но семья долго не смогла существовать. В 1968 году их брачного союза не стало. В третий раз Высоцкий женился на Марине Владе, которую он впервые увидел в киноленте «Колдунья». Он сразу влюбился в актрису. Многие годы музыкант мечтал об этой красивой женщине. Их знакомство все-таки состоялось. Однажды Высоцкий посетил тот ресторан, в котором отдыхала Владя. Он прямиком направился к ней, взял за руку и долго-долго не сводил с Мариной глаз. В 1970 году Владимир и Владе поженились. Личная жизнь Владимира Высоцкого тогда очень изменилась, ведь осуществилась его давняя мечта. И так продолжалось 10 лет. До самой смерти музыканта на протяжении этого времени Марина Владе оставалась для актера не только любимой женщиной, но и опорой. А главное – музой. Последней любовью Высоцкого стала студентка Оксана Афанасьева. Он ее влюбился случайно. И с первого взгляда. Разница между влюбленными была более 20 лет. Оксана очень боялась, что для популярного музыканта она станет только развлечением. Но это были настоящие чувства с нежными ухаживаниями и восхищением. Владя в это время жила своей жизнью в Париже. Владимир Высоцкий не скрывал своих отношений. Открыто знакомил Оксану со своими друзьями и коллегами. Владимир Высоцкий, несмотря на уверенный вид и высокий рост, не отличался крепким здоровьем. Он был творческой личностью, но его произведения постоянно критиковали и откладывали. На него вдавили. Я не буду рассказывать детально причины его болезни и смерти. Ведь все видели фильм «Спасибо, что живой». Я хочу, чтобы в наших сердцах за его творчество его душа была чиста перед всеми нами. Первый серьезный приступ болезни произошел в 1969 году. У Высоцкого пошла кровь в горло. Скорую вызвала испуганная жена. Вначале врачи даже отказались госпитализировать музыканта, считая его случай смертельным. Но Влади перегородила им дверь и угрожала дипломатическим скандалом. Высоцкого спасла настойчивость жены и то, что медики узнали известного певца и актера. Операция длилась 18 часов. Его спасли. 25 июля 1979 года в Бухаре Высоцкий пережил клиническую смерть. Ровно через год, 25 июля 1980 года, на 43-м году жизни, Владимир Высоцкий скоропостижно скончался. Смерть наступила во сне в квартире, где проживал музыкант. Артист метался по комнате и сообщил своей матери о том, что знает, что умрет сегодня. Он уснул и умер во сне. В газетах и по телевидению практически не афишировали смерть Владимира Высоцкого, так как он умер во время летней Олимпиады в Москве. Никто не хотел портить такое крупное международное событие некрологам. Сообщения о смерти актера вывесили лишь в окошке кассы театра на Таганке. И вокруг театра стала собираться огромная толпа народа. Никто из купивших билетов не сдал ни единого билета на несостоявшийся спектакль с участием Высоцкого. Информация о похоронах активно замалчивалась, но на прощение с музыкантом, казалось, пришел весь народ. Как позже описала эта Марина Влади, так не хоронили даже королей. Для того, чтобы великого музыканта могли похоронить недалеко от ухода, директору Ваганьковского кладбища пришлось пожертвовать своей должностью. В первые месяцы после смерти могилы Высоцкого полностью засыпалось цветами. В 1985 году стандартный надгробий сменил памятник музыканту. Статуя перекликается с его песней «Памятник» и изображает человека, пытающегося вырваться из каменной оболочки и из цепей творческих канонов. Поклонники гения никогда не забывают о нем. До сих пор многие почитатели Высоцкого посещают его последнее пристанище и оставляют цветы. Я была на его могилке в 1986 году, видела памятник и его маму, которая ухаживала за могилкой и бережно расставляла цветы, принесенные его поклонниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова